Четвертый день, Бхагават Саптахи, Пхажапад Бхакхи Наштхаргаса, Махараш, Вриндаван, Рада Винон, Калатебед Матх, Вриндаван. Итак, в Кали-Югу, те, кто разумны, как они будут поклоняться Господу, Кришна Варанам, Кишаа Кришна, Кришна, эти два слога будут всегда на Нансикева этого человека, так, в читании Махапрабху, он всегда будет говорить Кришна Кешава, Кришна Кешава Пахима. Будучи Господом, Он повторяет Свои имена собственные, каково Его, как Он будет выглядеть, Он будет Акришна, то есть не черный, светлого цвета, сложение, Гор Хари. Гор, значит, Радхарами. Кришна вместе соединяться и при том, что считание Махапрабху. И Он придет не один, а придет со своими спутниками Адвайта Ачарей, Ницинандой Прабху. И какое будет Его оружие? Его оружие будет Харея Кришна Махамантра. Так, в Кали-югу оружие будет Харея Кришна Махамантра. И с помощью этой Кришны Махамантры Он будет разрушать все анардхи препятствия в сердце у людей. Поэтому разумные люди будут наклоняться к Гор Харию с помощью Намастан Киртаны. Сати-югу, когда... То есть это как бы написано Сати-югу было. Видовьяс написал Сати-югу предсказание. Но Кали-югу мы видим, что если кто-то показывает какой-то фокус, то мы считаем Его Господом. Но Господь не по этим признакам познается. Так же как на Рендрамоте. Он просто так не придет сюда. Будет столько приготовлений. Сразу сделано. Сразу будет полиция, много там прессы и так далее. Если для обычного премьер-министра столько делается приготовлений, то для хозяина всех миров разве не будет предсказаний, афиши и подготовлений различных. И он, так Парикшит Махарадж, дал Кали Махараджу прибежье в четырех вещах. Если он какой-то хочет совершать Парикшит Махарадж, то он должен избегать четырех вещей. Незаконного секса, мяса, рыба и яиц, алкоголя. Итак, Парикшит Махарадж однажды он отправился на охоту и он был, жажда очень сильно мучила его. И он пришел в храм одного риши и увидел, что тут сидит в медитации. И он попросил воды, но тот ничего не ответил. Тогда Парикшит Махарадж снова попросил воды и тот снова не ответил. Тогда Парикшит Махарадж изозлился и взял дохлую змею, повесил на шею этого риши. И тогда сын этого риши, он проклинает Парикшит Махарадж. Когда он пришел и увидел это все, то он проклил Парикшит Махарадж. И когда риши, когда риши вышел в медитации, сын рассказал ему, что случилось. И тогда этот риш отругал своего сына, ты разве не знаешь, что это, что это великий царь и великий святой на самом деле. По его милости только мы совершаем спокойно Парикшит Махарадж. Он пришел на Шаршин, вместо того, чтобы показать ему уважение, ты проклил ему. Я проклину все браманическое сословие, что их духовное благочестие уменьшится, духовная сила их уменьшится. Наши комментарии, они поднимают вопрос. До сегодняшнего момента Парикшит Махарадж кричал, дайте воды, дайте воды. И никто вышел. То есть, Махарадж кричал, а риши не открывал глаза, а сын просто вошел, и риши очнулся. Две причины. Первая причина. Парикшит Махарадж – это великий преданный Кришна. Если какой-то преданный приходит к вам в дом, если вы не пресствуете его, то это как оскорбление. Ханти не даньте, ващна ва на даданте. Тот, кто критикует ващнава или бьет ващнава, тот, кто не радуется при виде ващнава, завидует. Таким образом, есть шесть видов ващна в аппаратах. Парикшит Махарадж, он парам ващна. Получается, что этот риши не приложил ему воды, но сразу упал с своего бащина. Вторая причина. Раньше делали бащины не так, как мы сейчас делаем. Мы с утра повторили гуру мантры, потом наш ум летает где угодно. Люди сидели в медитации, погружены с цветочным умом, месяцами. Шимадбакова должен был проявиться благодаря этой лиле. Поэтому тут как бы мешалась Юга Майя. Он открыл глаза и увидел, что сын плачет. И тогда сказал, управляйся, предупреди Парикшит Махараджу, что у него есть всего семь дней. Но Парикшит Махараджу ни капли не расстрелся. Он даже обрадовался. Почему? Потому что никто не знает, когда он умрет. Стоит свой момент смерти. Он говорит, по милости Господа, я знаю, что я умру через семь дней. То есть точно я не умру еще семь дней. У меня, по крайней мере, есть это время. Если кто-то совершает оскорбление и получает это наказание, то как бы аннулируется наказание. А если нет, то человек отправляется создать в ад. Таким же образом Парикшит Махарадж думал, я династия Арджуны и все уважаемые династии. Но я настолько... В нашей династии все мрамы нам поклоняются, уважают их. А я настолько падший, что я вот змею повесил ему на шею. Поэтому я совершил оскорбление. И я должен принести наказание точно. Но я знаю, что у меня еще есть семь дней. И это еще лучшее. Таким образом, Парикшит Махарадж оставил все свое царство и ушел в лес. Вот если бы мы знали, что у нас еще есть семь дней, что бы мы делали? Мы бы тут наслаждались, еле бы тут просто погрузились в чувство наслаждения по максимуму семь дней. Но Парикшит Махарадж был не такой. Он оставил царство и отправил на берега Ганги в Шукратал. Ганга и Чернамрита со стоп Господа. Тогда не было ни телефонов, ни телеграммов. Нариши Муни, они обладали огромной силой. 88 тысяч Муни пришли туда. И Парикшит Махарадж тогда сказал, это не проклятие получилось, а благословение для меня. Потому что очень сложно получить Даршан Новосвятого хотя бы в жизни. А сегодня я вижу 80 тысяч Риши. И он очень обрадовался. Он спросил Шукады Вогасвами. Он спросил Шукады Вогасвами. Это мир смерти. Все должны умереть. Когда они должны умереть. Что человек должен делать на пороге смерти? Так спросил Парикшит Махарадж Шукады Вогасвами. И разные Риши давали разные ответы. Кто-то сказал, ты должен поклоняться Ганеши. Вон он берет с твоей проблемы. Почему ты не слушаешь дурки? С другой стороны сказали. Начни Джай Кавач считать. А у него только 7 дней. Он даже не знает, как бы кому прислушаться. И тогда... Заключение... Нужно слушать Бхагават Кадху. Нужно слушать Арчи и так далее. То есть, Махарадж думает, что они начинают между собой спорить. И он думает... Ну, как бы... Он говорит, у меня всего 7 дней, а они не могут дать единого ответа. И он тогда из глубины сердца молился Господу. И тогда молился. В ответ на его молитвы Господь послал Шукады Вогасвами. Он был настолько прекрасен. И было 16 лет. И... Он был абсолютно обдожженным. Дети бросали в него грязью. Думая, что он сумасшедший. То есть, он сам был очень красив. Из династии Риши. И он постоянно являл Аштасадвиковикарой на своем теле. Риши могли распознать это. И он, если кто-то мог и дать правильный ответ на ответ Парикшита Махараджи, то только Шукады Вогасвами. Его отец, его дед, братья, присутствовали на этом собрании. Но он поклонился им всем и сел на Вьясасану. Ашану Худакхи. Вожья шукады Вогасвами. Боже, шукатыр Госвами. Также он спросил, что нужно делать, чтобы возле смерти пристили наибольшее удовлетворение. Обычно люди говорят, что богатые люди счастливы. Богатые люди говорят, что Индра счастливы. Что Индра счастливы. А Индра говорит, нет, Прама счастливы. Прама говорит, что Шива счастливы. Но на самом деле без Баршины никто не может быть счастливым. Так, он спросил, что же мне надо сделать, чтобы моя вся жизнь была успешной, чтобы я получался в спокойной. Дру Махарадж, он получил Пагава Даршин. И он был после Дультарион. Когда Господь попросил, спроси Белгословения, что тебе нужно, Господь спросил. Но тот был совершенно Дультарион, ничего не нужно было. И он попросил тогда, дай мне Садусангу. Общество великих преданных, единственное мое желание. Этот мир, это мир смерти. И когда мы расставим тело, мы не знаем. Поэтому, милостиво, пожалуйста, скажи мне, каковы обязанности человека, который находится на пороге смерти. Что ему можно делать, а что нет. Шикадыр Гасаме очень обрадовался этим вопросом. Шикадыр Гасаме очень обрадовался этим вопросом. Опарикшит, эта жизнь, которая нам дана Господом, она очень редка. Но люди тратят жизнь на две вещи. Что это за две вещи? Днем они зарабатывают деньги, а ночью они спят. И занимаются удовлетворением чувств. Но на самом деле, эта жизнь, она не для этого. Нет для еды с нас в углублении обороны. Если человек так проживет, если он не совершает башен, то это просто трата жизни. Бхакти двух едов бывает. Рага-бхакти, вторая вайди-бхакти. Те, кто хотят совершать вайди-бхакти, они считают Господа, как Господь хозяин всей Вселенной, которая дает бонус с шестью достояниями. Они подгоняются ему в настроении Айшвари. Но те, кто хотят идти по пути Рага-бхакти, они считают Господа своим другом, возлюбленным или сыном. Итак, три вида бхакти описаны здесь. Группа Гасами говорит, что есть четыре анги-бхакти, но если из них взять самую суть, то это будет девять. Шраванам, Киртанам, Вишну Снуаранам, Вадасеванам, Арчанам, Ванданам, Дасиам, Сакхим, Адма Неведанам, Навада-бхакти. Но если выбрать самую суть из всех девяти, из девяти, то остается пять. Мактураваз, Шамутиштава и Севая, Бхагава, Шраванам, Асанкиртанам. Но если из них еще пять взять, самое главное, то это будет Шраванам, Киртанам и Смаранам. Но если самое главное выбрать из них, то это будет... Санкиртанам, Бхагава, Бхагава, Важайтеше, Кришнал Санкиртанам говорит в читании Махапрабху. Так что с помощью нама-санкиртаны Живо пресет ситхи всесовершенства, а больше ничего не обязательное делать. Харьдастакур, что он сделал? Он повторял имена Господа, три лакха в день. Харьдам Санкиртана самая высшая Амига, мы слышим Харькатху, но наш ум может туда улететь. Мы медитируем, например, памятуем, и ум еще больше может беспокойства прийти. Повторяю Харьдаму, увидим, что все чувства, они заняты Харькиртаном. Одну минуточку Харькиртан, давайте споем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сутрубну И тот с Излалмановым И мы оттуда идём То есть наш оттуда идёт Учёные говорят, что мы Произошли от обезьян Но это не так Батхан Свами говорил, что ученые считают, что мы произошли обезьян, но может они и произошли обезьян, но мы произошли, наш создал Господь Кришна, Он наш Отец и Мать, наш Источник. Так Господь Рама, Господь Кришна, Нас Отец и Мать, вы можете любую книжку взять, любой конфессии, например, прямо Бхагавадгиту. Кришна говорит, Кришна говорит, все дживы Мои частички. В Библии говорится, что Господь создал человека по своему образу и подобию. В Коране говорится, что Аллах создал человека по образу и подобию своему. В любой книге нигде не говорится, что человек произошел от обезьяны, просто хвост отварился. Очень много об обезьян, почему они не превращаются в садку? Потому что они такими были созданы. На самом деле Дарвин перед смертью тоже сказал, что он сказал, что правительство на самом деле заказало эту философию, чтобы людей, атеизм, чтобы распространять. Так, мы пришли от Мана Махараджа, поэтому нас называют Манова. Мы из прошлого года, Васистка Пороша. Мы из прошлого года, Васистка Пороша. Мы из прошлого года, Васистка Пороша. Мы пришли от Маны, но от Ману, но как бы в разных готрах, в разных ришах. И Ману, он рассказывает Ману Смрити, Ману Самхита. Это Писание создает, которое описаны все правила, как должен жить человек. Поэтому ни в коем случае мы не пришли от обезьян, мы пришли от Ману Махараджа. Два сына и три дочери у Ману. И дальше здесь описано Катха Карда Мариши. Карда Мариша, когда пошел совершать тапати, то Господь дал ему дарши. И спросил, что ты хочешь? Он говорит, я хочу Бхакти. Хочу Бхакти к твоим острым стопам. Он говорит, я дам тебе еще и желания какие-то. А мне, говорит, больше ничего не нужно. Он говорит, я на самом деле не хочу идти в материальный мир, то есть в материальную жизнь. Я хочу жениться, но если такое желание заселить мир, то я это сделаю. Первое условие – я женюсь, если ты станешь моим сыном. Второе условие – я останусь в этом материальном мире только пока ребенок не родится. Когда у моей шины родится ребенок, я оставлю семейную жизнь, отправлюсь совершать Бхаджан. Карда Мариша дает наставление, что не нужно бесконечно оставаться в семейной жизни. Когда дети подросли, то есть там 50 лет наступило, когда они подросли, вышли, замуж, женились, то нужно уставлять семью, совершать Бхаджан. Поэтому ван апраска – ван. Лес – значит лес, значит надо уходить в отречение. Исат – это да, 60 – это значит сумасшедший. То есть если человек к этому времени не совершает Бхаджан, то он сумасшедший. Это был самый безусловный, который стал с ним. Он принял ван апраску. Он принял ван апраску. Дасшарафхамахараш принял ван апраску. Дасшарафхамахараш принял ван апраску. Дасшарафхам передал правление Косфар Дураме. Все, все мы видим, что цари благочестивые. после 50-ти никто не оставался, после 60-ти никто не оставался на троне, мой гурдер так и рассказывал. Те, Яду, Шьям и Рам, раньше все читали, то есть раньше все читали Гитту Раману, поэтому все знали, что это человеческая форма очень редкая и нужно посвящать жизнь Бхаджану. Это дверь в освобождение, но если человек получил редкое тело, не совершает Бхаджан, он всегда говорит, что вы это можете разбить голову, а стену прося человеческое тело снова, но вы его никогда не получите, если человек не занимается Бхаджаном. Итак, когда трое сыновей были молодые, он позвал их и говорит, сейчас вы подросли, я хочу отправиться в Риндаван совершать Бхаджан, хочу быть саду-санги совершать Бхаджан. И трое сыновей сказали, да, хорошо, не проблема, зарабатываем достаточно, мы тебе будем посылать Бхаджан и быть саду-санги, мы тебя будем поддерживать. А эти трое сыновья тоже убираете в Риндаван, собираете вещи. А те сыновья спрашивают, у вас нет ума, что вы такое говорите? Он говорит, твой отец, он же сидит просто, он нас так поддерживает, он сидит как охранник, во-первых, он смотрит за детьми, если он уйдет в Риндаван, то мы должны нанять, будет двух слуг нужно будет. И отец вам такой лояльный, то есть мы такого не найдем по качеству, но так деньги надо будет платить, поэтому идите со своим, с отцом тоже. И жены сказали, если отец снова попросит, то ты нам скажи, ну, здесь с ней прошло, ничего не происходит. И тогда отец говорит, я душаю, подойте ко мне. Вы сказали, что завтра подготовите, что завтра устроите свое путешествие во Риндаван, но здесь с ней прошло, ничего не происходит. И тогда все трое жен с детьми и внуками, они приходили до этого, они никогда не касались этих стоп. Дедушки, они все коснулись стоп, сказали, о, отец, куда ты уйдешь, кто тебе там будет служить? Все коснулись стопу. А он был очень простой, его сердце растаяло, он подумал, о, я и не знал, что мои невестки такие великие и смиренные. Ладно, хорошо, я останусь здесь, мне, пожалуйста, дайте одну Бхагавадхиту, я буду читать. А, дедушка, не волнуйся, я принесу. Месяц прошло, ничего не случается, никакой Дхиты нет. И после долгого-долгого времени ему дали Бхагавадхиту, когда он начал читать все трое сыновейское, «Отец, почему ты не сидишь, почему ты сидишь в комнате, почему ты не видишь на террасу, где тут вот мы разложили рис, посушиться и бобовое…» «Ты просто сиди там с палочкой, чтобы птицы не ели». Ну, и он начинает читать Гитту, но тут прилетают вороны всякие там, другие птицы начинают воровать. Когда трое невесток принесли детей, они говорят, «Ну, Карель, ты все равно сидишь здесь, посмотри за детьми, за внуками». И они то плачут, то еще что-то, то обкакываются, то птицы воруют зерно. Дома невозможно свежать баржу, в шастрах говорится, «Эка, ван, два, ван». Ашот Квай очень разумный. Рада Матаджи. Это семейная пара, потому что они там в своем возрасте живут в храме, совершают баржан, повторяются. Это твое имя, получают даршу, так вот же проводят жизнь с мользой. Итак, Шикарда Мариши спросил с благословения, сказал, «Хорошо, я останусь дома, пока дети мои не подрастут». А, они родятся даже. Итак, когда Мариша женился на Довахуде, и тогда Манна Махараш, он сказал дочери, «Подправляйтесь к вам мужа, и вы должны хорошо там помогать и поддерживать репутацию двух семей нашей и новой». Если дочь приходит в новую семью и создает проблемы, то это оскорбление ее семье. Манна Махараш, он таким образом также учит Довахуде, говорит, «Не совершай ничего, чтобы повредила репутацию нашей семье». Теперь не так. То есть, ну, веди себя нормально, иначе… А сейчас как бы маленькая какая-то проблема, и они сразу жалуются, жалуются своим родителям и сразу подают на развод. Невестка, как бы, да, жалуются своим родителям. Но она, Довахуде, была очень благочестивая, она не ела, пока муж не поест, не совершал умовение, пока муж там не сделает. А тоже сидел в медитации, и он увидел, много лет он провел медитации, открыл глаза и увидел пожилую женщину перед собой. И он помнит, то есть, она была настолько красивой в молодости, что полубоги засматривались на нее. Но совершая суровые эскезы, да, служа мужу так, она как бы потерял всю красоту. И тогда Картамариша что сделал? Он спросил, проси благословения. Он попросил совершить умовение в Биндус-на-Рове. Она совершила умовение и стала еще более прекрасной, чем в молодости. Появилось еще много слуг, которые украшали ее. И своей мистической силой, Картамариша, он создал один летательный аппарат. Этот аппарат летал без топлива. Он был огромного размера, как огромный дворец. Там были внутри даже озера с лотосами. То есть, раньше, говорит, наука была гораздо более продвинутая, чем сейчас. Сейчас самолет, какой самолет сравнится с этим Виманом, который был, Картамариша создан? «Итак, ты в охоте родила 9 дочерей». Картамариша сказал, ты сейчас счастлива? И тогда… И тогда… То есть, были дочерь, но не было сына. Она говорит, нет, нужен сын, чтобы помогал в старости. И тогда появился Капиламуни. Когда все дочери выходят замуж, то они уходят мужьям жить, и весь дом встает за пустым. Если заточить отца, это выдать замуж дочерей. Однажды Господь Брама, свои сосновьями, он пришел. Най дочерей, девять дочерей Карда Мариши Левакуси и девицы Брама вышли замуж, брака сочлись. Если Бог предается Господа, то не нужно волноваться о том, чтобы выдать дочь замуж. Господь о всем позаботится. Итак, трое дочери уехали, Карда Мариши тоже ушел совершать баржи. И здесь лишь на очень какой-то курс спрашивают. Когда ты уходишь, Кашья Париж, Господь явился как... Карда Мамони, Капиладев явился же, да? Это же сам Господь. И почему тогда получается, Кашья Париж идет совершать... Как бы уходит из дома. Первая причина. Наша цель не Господь, а Кришна Пряма. Ахвараба говорит, тот, кто не любит Господа, это самый несчастный человек. Брама Махарад совершал баржан, и он не пошел к Господу, а Господь сам пришел к Друге. Когда мы идем на какой-то праздник, мы красиво себя украшаем, надеваемся. Этим же образом и Господь на Вайконке, и Он готовился ко встрече, Он красиво оделся, украсил себя. И все спотники на Вайконке спросили, Господь, ты куда? Я иду, получи Даршан Друбы. И не дай Даршан Друбе, а получи Даршан Друбу. Как Кришна? То есть, к опе никуда не ходит к Кришне. Кришна ходит к опе. Если молоко греет долго, то оно, как говорится, врабри, сгущенное молоко, да? Типрадапурнамрита асвадана. И на каждом шагу этот океан Ананды, любви Господу, он все становится более густой. Шикришна Акарчане. Если цветок распускается, то цветок не идет к шмелю, он не ищет шмели. Шмели привлекаются сами и начинают кружиться вокруг цветка, наслаждаться нектаром. Таким же образом, если приема Бхакти развивается в сердце, то не нужно будет идти к Господу. Господь сам привлечет с этой любовью. Поэтому наша цель Кришна приемами Кришна. Здесь пример приводится. Кришна, вы слышите, Даша Жабалжин, ты себе пооскорблял Кришну. То раз. То есть, Бог говорит, потому что увидеть Кришну это не Аша цель. Потому что Шашупал видел Кришну. Мигнат связывал Рамачандру этими стрелами. Такие демоны видели Кришну. Они ходили с Ним очень близко. Но на самом деле они были близко. Они хотели быть Кришну. Почему они не обрели тогда? Почему они не обрели блага от соприкосновения с Господом? Потому что у них не было бхакти в сердце. Поэтому если у человека нет бхакти в сердце, он получит даршин Господа, то человек не поднимается в сердце. Такур же стоит на алтаре, но наше сердце не тает, мы подходим. Если нет у сердца бхакти, сердце не тает, ничего не происходит. Потому что это дело в том, что пока человек не займется садданой, то саддья васта не проявится. Цель не начнет приближаться. Даже если он увидит Господа. Человеческий случай, бхарда, не шел. А если он не может, так это не имеет бхан. Причина того, что он не садил. После этого он не может. Он говорит, что это будет бхарда на бхардае, потому что он может быть бхарда на бхардах этой особенной бхардае. Не мешает. И так следующая причина, почему горда Мариши, почему горда Мариши ушел, То есть Капила у него родился, и Харта-Мариша он был в Дасе-Расе. То есть в Дасе-Расе, а Господь родился как сын, то есть в Ацале-Расе. Они как бы несовместимы. Ты не можешь заботиться о сыне в Дасе-Бхаве. Ты должен его любить, тогда ты не можешь его как Иштаде воспринимать. И поэтому Харта-Мариша он ушел совершать баджи. И остались дома Девахути и Капила-Де. Тот, у кого есть Знания, тот, кто обрел по-настоящему Знания, он поклоняется, как бы, почитаем во всех трех мирах. И Мама Девахути тогда смиренно склонилась к поклоне перед Кардамой, перед Капила-Девом, перед сыном. И Мама Девахути спросила, «Как мой ум посвятить Бхагават Бхаджану?» Потому что он очень, как бы, беспокойный. Ум является как причиной сопротивления, так как причиной еще большей обусловленности. Зависит от того, на что он, как бы, о чем человек думает. Если ум посвятить Бхагават Бхаджану, то человек хочет сопротивление. Если материальным, то еще больше человек сопутается в материальной жизни. Но как ум посвятить Бхагават Бхаджану? Нужно общаться с Садху. Если вы просто общаетесь с Садху, то происходит следующая вещь. Когда... Мама, когда общаешься с святыми, то происходит, что... В сердце быстро развивается вера, вера, любовь к Господу, да? Бхава и према, апа-варга, в артамании. И уходят следующие вещи. То есть... Пять неблагоприятных вещей уходят. Человек перестает чрезмерно напрягаться. У него входит страх. Смерть он побеждает также. Вы увидите, что и преданные, и непреданные совершают усилия. Но преданные... То есть, конечно, нужны деньги. Без денег мы не можем услужить Господу, да? Мы... То есть, дети зарабатывают деньги. И... Готовят еду те и те. Но сразу настроение. В общем, когда Кур говорит, что для преданных сходить в туалет и почистить зубы, также является фактем. Почему? Потому что человек себя предает Господу, и он все делает, как бы, да, в служении Господу. Поэтому... Непреданный... 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 Он просто заботится о том, чтобы поддерживать свою семью. Поэтому жизнь проходит густую. Если возьмете единичку, поставьте нолик справа. Это будет десять. Еще с нолик сто, еще нолик тысяча. Таким образом, если вы просто добавляете нолики, а если вы единичку уберете и будете нули добавлять, то будет просто ноль, большой ноль. Последовательные нули. А что такое единичка? Это пакват баджан. Нули — это материальная, ну, как бы, это деятельность. Поэтому если деятельность не связана с Господом, то это просто бесконечное число нулей. Поэтому если вы материальную деятельность делаете как в отношении Господа, то это дает вам в десять раз увеличивать, да, потому что там флага. И постоянно в десять раз. А если без Господа вы соответствующий и всевозможен. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 И он говорит, я тебе, этому святому говорит, да я тебе оплачу дорогу. И этот говорит, ну ладно, хорошо, пойдем. Они отправились в двор, получили даршан. И тогда шли назад. То есть там надо было татуировку, или там клеймо поставить, татуировку на тело, лотос, диск, булаву и чакру. И он приходит обратно, вернулся на Радхакунду, пытается совершать варджан, а Радхарани не появляется, не дает ему даршан как раньше. И он очень расстроился. Он молился, о Радея, почему ты не даешь ему даршан? Тогда голос не посказал, о Святой Господь, я больше не дам тебе даршан в этой жизни. Почему? Потому что ты оставил мою лотос, не стоп, и я пошел в вараку. И более того, ты поставил, ты сделал татуировки или клеймо, раковины булаву и лотоса и чакры. Это в акте Сайшмари и Сайшвари. И когда этот святой услышал, что Радхарани больше не прилет на него милость, он подумал, зачем мне тогда жить вообще? Он пошел на Ракбале и своим мистическим огнем сжег свое тело. Если Бхайя Стрим, Бхисонат, Чакарвардхабрик, Ачхи Бхат, 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 Бхат. И Кишна Чакарвардхабр отписывает, он говорит, что есть как бы Виродбаб, Аверодбаб. То есть есть вещи, которые благоприятны для Бхакти, как Кишна есть. Те, которые против Бхакти, хоть это и деятельность, например, пойти в Двараку, но это с другими Бхавами связано. Поэтому Кишна говорит, Ана, не Абхав, нужно безраздельной преданности тех, кто безраздельно предан Мне. Какое самое высшее наставление Бхагавадхи? Отдай Мне свою ум, стань преданным, Мам, Яджи. Поглоняйся Мне, Кишна говорит, Меня помни, Мое Бхакти соверши. Поглоняйся. Все мы молодцы и обязаны цепит себя. Но как стать Моя Бхягавад поймала, он не может 생 tapped в Двараки. Анастасия fala, Мам, мне не нужно снять, что никогда не monk остался. Соответственно Вмане все знакомы и говорят, значит. Капелламония сказала, что тот, кто повторяет Мое имя, то есть Семьи Господа, то Он совершил четыре вещи в прошлом. Какие это четыре вещи? Он совершил мнение во всех святых местах, он совершил все виды пожертвований, он совершил все виды аскез и он провел все виды ашфамея, в том числе и другие. Все это в прошлом жизни он сделал, поэтому он в этой жизни может повторять именно Господа. Вечно, что говорит, если кто-то в Дживагре, хотя бы на кончике языка повторится то имя, а если человек еще и слушает, еще более удачу, а если служит своими телом, руками, то еще лучше, что-то своими двумя ногами приходит в Вриндаван, совершает парик, он приходит на пагаву, и вообще не знаю, как представить этого человека. Таким образом, Кабиладев, он закончил наставление матери, давать и ушел. На Санкаральсе, там вода понижается и дальше можно получить. Божество Кабиладева где-то, я не услышал. Кабиладева где-то, я говорю, campeе, что-то же было в rất лицах, где-то расправлюсь в Виталии Гостерной Альфеев, как народnes имен, Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok